Как же я это пропустил-то? Ну да ладно, лучше поздно, чем никогда. История эта произошла еще в начале весны, но она актуальна и по сей день, и очень показательна, кстати, сейчас поймете почему. Это случилось в Израиле, куда 7 марта должна была прилететь делегация из фармацевтической компании Pfizer во главе с генеральным директором Альбертом Бурла. Да, напомню, Pfizer является разработчиком самой популярной на Западе вакцины от коронавируса, и вот что выяснилось. Никто из членов делегации не привит, израильтяне, соответственно, отказали господам во въезде в свою страну, я оное к чему вспомнил, друзья. А это все, что надо знать о вот этих вот так называемых вакцинах от короны, если сами разработчики не прививаются своим же продуктом. О чем-то оно да говорит. Они создали данное шириво, они впаривают всему миру, что это очень классная штука, но сами им колоться не спешат. Скажите, вы будете есть блюдо повара, который отказывается пробовать собственную стряпню? Вот вам и ответ. Переваривайте, а мы начинаем. Еще немного про коронавирус и пандемию. Вообще этот вирус какой-то избирательный, не обратили внимания? Значит, когда оппозиция выводит людей на протестные митинги, ребята нарушают санитарные эпидемиологические нормы, подвергаются отечественников риском в условиях этой самой пандемии. Зато когда Путину нужно устроить шабаш в Лужниках по случаю очередной годовщины воссоединения с Крымом или провести парад победы, нет никаких рисков. Вирус в такие моменты куда-то улетучивается. Не только Путин, это кстати касается. С его халуями и популизаторами данная схема точно так же работает. Простой пример. Вот несколько дней к ряду я читаю новости. Число новых заболевших снова бьет рекорды. В четверг пропагандисты истерили, называя цифру в 11 тысяч заболевших в течение суток. В пятницу езжали еще громче, говорили уже о 12 тысячах зараженных. А в это время в Екатеринбурге некто Симановский, это такой патриотнутый бизнесмен, снимает и презентует и видеоролик к Дню России. В съемках ролика были задействованы 6 тысяч человек и все у Симановского хорошо. Даже ай-яй-яй дядечке не сказали. Справедливости ради скажу вам, не только в нашей стране. Коронавирус атакует по принципу тут буду, там не буду. Вот сейчас начинается чемпионат Европы по футболу, который перенесли с прошлого года на этот. Чемпионат пройдет, внимание, в 11 странах. Как? Так, пандемия же по всему миру, границы закрыты между многими государствами. Однако, на футбол, как выяснилось, пандемия почему-то не распространяется. Более того, болельщикам разрешили ходить на игры, разрешили пересекать границы с целью посетить тот или иной матч. Там надо просто оформить какую-то бумажку, что ты болельщик и вперед с песней. С какого это перепугу, стесняюсь спросить и тут же нахожу ответ. С такого, что в футболе крутятся очень большие деньги. И большие крутые дяди, которые на этом делают лавы, не хотят терять барыш, поэтому они пошли бы, вы дорогие политики, со своей пандемией куда подальше. Ну, как-то так, подозреваю, дяди сказали. И ради дяди ту пандемию решили отправить его в вынужденный отпуск. Ну, правильно. У конкретных мужчин, ведь свои нормы и правила, и живут они по своим законам. Это ты помалкивай в тряпочку, которую на тебя нацепили год назад и, видимо, навсегда. Плати штрафы за несоблюдение санитарных требований. Дядям можно. Кстати, наш дядя Вова уверен, сегодня тоже вирус в увольнительную отпустит. Сто пудов какой-нибудь концерт зававахает на Красной площади по случаю великого праздника. Он вообще ведь большой любитель что-нибудь праздновать с размахом. Причем, не важно что, главное, чтобы мишуры побольше да с салютиками. Ну, и чтобы стоило все это, естественно, по-взрослому. Это реальная журналистика с дном чего-то там очередного патриотического, дамы и господа. Поехали! А мне, вы знаете, тоже тут подарок родное государство сделало праздничный, рассказываю. Решил я у себя на даче построить баню, наконец. Ну, мы живем за городом с мая по октябрь, почти полгода получается. Это серьезный срок, банное помещение стало скорее необходимостью. И вот помещение-то еще только строится. А мне, тем не менее, уже напомнили, что как только введем помылочную в эксплуатацию, ее необходимо зарегистрировать в Росрегистре, чтобы в дальнейшем платить за эту баню налог. Ух ты, какие молодцы наши чиновники. Когда речь заходит об их кармане, они так оперативно реагируют. Хотя, положа руку на сердце, убейте меня, но я не понимаю, за что я должен платить государству в данном случае. Когда я покупал эту баню, я уже заплатил за нее налог НДС 20%, как положено. Устанавливаю я ее на своей земле, за которую, кстати, тоже налог плачу земельный. Тогда с какой радости государство, которое в судьбе моей будущей постройки вообще никак не поучаствовало и даже отщепнуло оттуда, собирается получать с нее в дальнейшем? Налог на теплицу, баню и хозпостройки, расположенные на земельном участке, в России вступил в силу закон, по которому собственники в срок до 1 марта должны были зарегистрировать объекты недвижимого имущества, построенные на даче. Правда, многие о нововведениях до сих пор не знают, что грозит тем, кто не поставил парник на учет и за какие постройки теперь придется платить. Вообще, как я это понимаю, налог должен платиться с чего-то, то есть, когда я получаю какую-то выгоду для себя, я должен что-то отдать взамен. Подоходный налог, с ним все ясно. Государство меня вырастило, выучило, дало возможность зарабатывать, будь любезен, поделись. В этом плане я даже не спорю, понимаю, я и земельный налог. Несмотря на то, что вот этот вот конкретный участок находится в моей собственности, я же пользуюсь прилегающими территориями, тропинками какими-нибудь, коммуникациями какими-то, которые кто-то прокладывал на этих прилегающих территориях. По дорогам я тоже езжу, амортизирую эти дороги, за что? Также плачу дорожный или транспортный налог. Но баня-то тут при чем? Это не материальное благо, это не ликвидная недвижимость. Она стоит, повторюсь, на моем земельном участке, за который я регулярно плачу отчисления. А потому что какой-то депутат из Единой России решил, что надо платить еще и за постройки на дачных участках, если эти постройки капитальные, то есть на фундаменте. Господа депутаты, я вам только одно скажу. Если вы однажды придумаете побор из деревянных туалетов, приезжайте забирать свою долю натур продуктом из выгребной ямы, так, по-моему, будет справедливо. А вот видео, которое я покажу вам сейчас, изначально не планировалось сценарием данного выпуска. Ну, поскольку сегодня такой патриотический праздник, не мог обойти данную историю стороной, прислал мне этот ролик зритель. Не я его нашел на просторах интернета, а зритель где-то увидел, мне переслал. Для начала предлагаю, посмотрите то кино, послушайте героиню, а потом все обсудим, внимание. Тут реальная журналистика, есть такой канал, они во всех соцсетях, на ютубе. Так вот, они вконтакте выложили такую фишку, что типа в советское время парад пообеды проводился всего лишь два раза. Вы представляете? Это вот, если бы у меня не была бабушка участником войны, я, может быть, и усомнилась. Но так как она была ветеран, и она каждый год очень радовалась этому параду, по телевизору у нас было всего два канала, первый и второй. И по телевизору у Сан-Москва, Красная площадь в 10 часов утра всегда транслировался парад. Но также он проходил обязательно во всех городах героев. Кстати, вот он этот пост, даже тут, блин, ватная героиня ролика соврала, может, протупила просто. Вообще парад победы в СССР проводился четыре раза, это и есть, публикации. Просто там не прямо обоном написано, ну, просвещаю в 45-м, в 65-м, в 85-м и в 90-м годах. Впрочем, сказать хотел не об этом. Разумеется, как только мне прислали данное кино, я его тут же разместил у себя в соцсетях с гневными комментариями, даже в какой-то степени с издевательскими. После мне начали делать замечания, мол, зачем вы издеваетесь над человеком, обижаете несчастную девушку, да как вам не стыдно и бла-бла-бла, так вот, докладываю зачем. А дело в том, что когда дурачок несет ахинею, сидя дома на кухне или в кругу друзей, это касается только дурачка и его окружения. Но, как только ущербный решил опубликовать свои бредни, это становится делом общественным. Тем более, что в тех бреднях упоминается мое доброе имя, да не просто упоминается. Меня там впрямую обвиняют в том, что я историю переписываю на надпись на картинке, внимание, обратите. Это не то слово, что переписали, тут реальная журналистика. А ведь это могут услышать дети, просто не очень образованные люди, оно уже разлетелось по рунету, так вот, в данном случае, это, прости господи, дурочка, по-другому не могу назвать данное тело, наносит вред обществу, обществу, в котором мы с вами живем. То, что у человека нет мозгов, повторюсь, это проблемы данного конкретного человека, но ты не транслируй. Свой идиотизм в масса, уж коль скоро возомнилось себя пророком в отечестве, тогда получай. Я, как журналист, просто обязан продемонстрировать вредителя общественности, поэтому тут нет никакого оскорбления. Ну, давайте на пальцах, как я люблю, представьте себе ситуацию, двое занимаются сексом. Может быть, даже извращенным, может быть, даже нетрадиционным снимают все это дело на камеру. Ну, согласитесь, до тех пор, пока это касается только их двоих, это их личное дело, интимное. Однако, как только ребятишки свое вот это вот кино решат опубликовать, они тут же могут быть привлечены к ответственности за распространение запрещенных материалов или порнографии, так или нет. И ведь не станете говорить прокурору, мол, ну чего вы привязались к людям? Здесь то же самое. Еще раз, Бестолыч публикует и распространяет в сетях моральное порно. Она должна за это ответить, хотя бы для того, чтобы другим неповадно было, а то развелось нынче блогеров. Все, это была реальная журналистика, вот такой не очень веселый получилась наша сегодняшняя праздничная программа, но ничего. Владимир Владимирович, к вечеру настроения всем нам добавит. Повторюсь, великий кормчий очень любит что-нибудь праздновать. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте, с темы предлагайте, поднимем, обсудим, и да, на шашлыках аккуратнее помните о лесных пожарах, пьяными купаться. Не ходите. Пока-пока.